Русская танго. В Америке говорят, будьте осторожны в своих желаниях, они могут сбыться. Я мечтал о хорошей и высокоплачивой работе. Для меня Бог является сверхъестественным существом, и, может, поэтому я часто верю в мистику приметы. Вы можете назвать меня еридиком, но кто из нас не без греха? В американском городе Кэмпо недалеко от Сан-Франциско, вернее в 30 километрах от него, лежит на холме город Эл-Саридо. Вот как уже 110 лет, в нем каждым днем рады местных своей прохладой и вечной радугой поверх стоит фонтан желаний. Раньше фонтан охраняли четыре медных медвежат, но сырость с годами перекрасила медвежат, да и сам фонар тан болотно-зеленый цвет. Дорога к фонтану перекрыта кольцевой, вокруг фонтана дорогой. Остановка возле фонтана запрещена. Полночь, вверх по холму ползет туман. Все к нему давно привыкли, но не я. Я никак не могу привыкли к нему. Представьте, в летнюю ночь вы проезжаете с открытыми окнами своего автомобиля от фонтана вверх по холму. Как вдруг сквозь открытое окно вам проладит часть тумана, и не спеша улетает прочь из другого открытого окна. После этого явления природы начинаешь верить поведение. Я развозил пиццу до полной ночи. Решил поехать в углу фонтана и наостанавливая машину, из окна бросить в воду фонтана горсть монет, произнося вслух моих желаниях. Недели позже я был принят на работу по своей специальности программистом в корпорации Сыска. Первая неделя моя работа началась с командировки в другой штат. Единственный быстрый путь в тот штат являлся воздушным через аэропорт. Ведение продолжалось. Мой билет в бизнес-класс стоял так же, как и в эконом-класс, дешевле обычного. Без раздумья я выкупил билет в бизнес-класс. Во времена безумных идей, во благо охраны людей, в аэропортах над людьми издеваются служители закона. По всем проходным терминалам и этим создавая долгие очереди. Но если у тебя билет в бизнес-класс, то ты, как говорят в Америке, VIP. Очень особая персона. Упси. В самолете у тебя просторное сидение, своя коллекция из блокбастеров Голливуда. Большой кусок прожаренного до совершенства мяса, покрыто сыром, молочным, чесночным соусом. Красное вино и настоящий нож. Самолет не разрешает проносить оружие и колющие вещи. Нож и вилку. А вам в бизнес-класс. Если попросите, то принесут настоящую серебряную вилку. А в это время в эконом-классе у всех один канал на общем телевизоре, зазискав в части и пасмассовый нож и беззубая вилка. Я долетел до города моей недельной командировки за 6 часов. Потом, поймав такси, дополнительно час потратил на дорогу в гостиницу. Утром, быстро позавтракав, направился в офис компании, принимавшей меня и других специалистов на недельный срок. В общении с знакомыми людьми я не имел комплексов. Быстро, через юмор, историю государств, строить дипломатические мосты, дружбы с любым коллегой по работе. Нас в офисе было четверо. Твое приехали из Калифорнии, как и я. Третье было из Пакистана. Вот этот человек комплексовал на все 100%. Работа наша зависела от полного погружения в детали проекта и в общении между собой, создавая общие планы в решении проблем. Пакистанца звали Насирак Мали. В обед я подсел со своей едой к нему за его стол. Мне позвонилась жена из Калифорнии, как и сейчас мы часто говорим по-русски. Разговор был меньше минуты. Я подмигнул пакистанцу на его удивленный взгляд во время моего разговора с женой по телефону. После этого он мне на русском языке спросил, «Как вы не русский, повнявшийся человек, без акцента говорить по-русски?» А я ему в ответ, «А вы?» Мы дружно засмеялись, у пакистанца больше не было комплексов в общении. У нас появился общий объединяющий предмет для общения – русский язык. Наш проект пошел в гору. Успех за успехом я пытался вспомнить анекдоты из прошлого и пересказать их манер нашего времени, изменяя имена персонажей на имена современных политиков и бизнесменов. Часто мы спорили про политику во время беда и после работы. Разговор за разговором мой пакистанский приятель рассказал мне историю, в которую можно было поверить с трудом. Трагичная и головокружительная история про его бывшую учительницу по многим предметам. Ее вызвали на дом к моему собеседнику при посольстве Ливии в городе Карачи, Пакистан. В городе не было сильной школы, да и изрывы в городе были частыми. Вот так и была создана школа на дому. Из Европы нанимались учителя из высококвалифицированных дипломированных специалистов. По контракту они обязывались учить детей дипломатов по усиленной программе с поступлением в элитные вузы Европы и Азии. Анна, так звали учительницы Насира, была русской из Белграда. В ее багаже знаний были семь европейских и три южно-азиатских языка. Программист, историк, биология, механик твердых тел, балет, фиктование, глубоководное плавание, неорганическая химия, мастер по стрельбе под выжимым мишенем, фотаника, выживание при экстремальной окружающей среде. Всему этому Анна по контракту должна научить Насира и его младшего брата Азата. В городе Карачи с каждым днем все чаще взрывались дома и машины. Иногда осколки долетали за ворота посольства. Посол в срочном порядке приказал отправить всех детей и их учителей в Бельгию для продолжения частной учебы. Дети скучали без родителей, но учителей привела новая роль, роль временных родителей. У Анны не было детей, но у нее был идеал детства. Мэри Поппинс. Вне уроков она решила потратить время с детьми в театрах и в парках, и в дептиц, и в музыке мясных талантливых исполнителей. Анна верила, что музыка и танцы селят детскую депрессию. Пять лет прошло незаметно. Насильный азарт поступили без особого труда в местный престижный вуз. В услугах Анны посольство больше не нуждалось. За долгое время Анна эмоционально привязалась к детьми, привязалась к детям. Ей было трудно говорить прощай, и может поэтому она решила уйти по-английски, не говоря прощай. Насиль почувствовал в мне поддержку и дожлюбие. Неделя походила к концу. Его рассказ об русской учительнице нарастал новыми историями, печальными и комическими порой. Мы закончили проект, создали аналитическую документацию. Последний день должен был быть в пятницу, в пять часов вечера. Как говорится, последние минуты в ожидании чего-нибудь всегда дольше всего времени. Пять часов я ждал Насира перед выходом, но Насира не было. Вместо него ко мне подошли люди в синих курках с известной эмблемой на спине. Они попросили никому и никогда не рассказывать об Насире. Затем они мне передали открытое письмо от Насира. Я удачно долетел до Галифорнии, но всю дорогу меня мучил вопрос о том, куда пропал Насир и почему в письме была просьба Насира передать привет Анне, которую я никогда не встречал. Я не любитель смотреть новости по телевизору, в них всегда кровь и планирование получения крови. и преступность всегда где-нибудь вокруг моего дома, словно кто-то пытается держать меня в спуге и в панике весь день возле телевизора. Иногда мне удовольствовалось отвлечь мое внимание через электронные книги из интернета. Я их получал по электронной почте. Сегодня на мою электронную почту я получал фотографию убитого парня в Окленде, в городе в десяти минут езды от моих мест где я живу. В письме была просьба о подтверждении и об опознании жертв убийства как Насира Акмаля. У меня от удивления потемнело в глазах, лоб начал пульсировать, словно мозги были готовы вылезти наружу. Помыв лицо ледяной водой и убедившись, что все увиденное не было сном, я позвонил на телефон адвоката в конце прочитанного мое электронное письма. В телефоне мне ответил приятный женский голос, который попросил меня прибыть в морг города Окленда для опознания трупа. Первым же вопросом к молодой женщине, которая встретила меня с улыбкой возле дверей морга был «Как вы меня нашли и почему я?» А что женщина сразу же мне ответ «При трупе в ее документах нашли вашу визитку с почтовым адресом». Я пропустил женщину вперед и последовал за ним морг. На железном столе лежало опухше от воды тело незнакомца. Мы его выловили возле моста. При нем не было ни записки, ни денег. Только паспорт и ваша визитка. Из темноты произнес сухой мужской голос сотрудника полиции. я не знал как мне опознать покойного. Как вдруг я вспомнил Насир был левшой и хромал на одну ногу. Не помню на какую но хромал. Прознес слух в присутствии со мной в комнате людьми. Патолого на дом после моих слов измерил ладони покойного также внимательно изучил подошву обуви. У покойного левая рука больше правой. Подошва обуви вытоптана несимметрично. Виден наклон направо. Свидетельство короткой правой ноги. Все эти факты высказаны под лагонатом и примерный возраст тип лицевой кости присущей людям живущих недалеко от помирских гор на 70 процентов склонили подозрения в сторону подтверждающую личность покойника как гражданина Бельгии Насира Акмаря. Я не знал какую религию исповедал Насир также не хотел гневить единого Бога над нами так как меня как единственное близкое покойному лицо попросили заняться похоронами Насира. У нас с Насиром была редкая переписка через социальную сеть в интернете у него там было много подписчиков друзей меня не пришлось долго уговаривать создать мини некролог об насилии также я пригласил близких насилия людей на похороны в городе Охланд на кладбище в полдень к моему удивлению в день похорон пришла только одна женщина европейской внешности местный священник произнес молитву гроб с моим другом медленно уходил в черную сурую бездну так мне казалось яма была глубокой не видно было даже дна женщина не сказав шея ни слов за всю процессию вытерев платком глаза обернулась ко мне и на русском языке сказала вот и мой последний сын ушел от меня не попрощавшись я всему сказал почему вы так говорите Анна ведь вы Анна пытаясь не делать ошибок низким голосом опять задали ей вопрос вы ведь Анна да я Анна после смерти родителей насира я зато на пять лет я была и матерью другом и учителем мне не нужно было усыновлять их они были мне как родные но посольство выставило меня за врата запретив любые контакты с ними после их поступления в вуз но кто их будет слушать сквозь забыл умного женщины после их совершеннолетия мы восстановили общение я им помогла с визой в Америку но видать посольство имело на них свои долгосрочные коварные планы я попросил Анну уделить мне внимание просив ее на обед в тихий бразильский странчик на краю залива недалеко от Укрунда пока мы ждали наш заказ в ресторане она спросила меня как я встретил Насира и что он мне говорил об его прошлом не скрывал подробности я сказал ей все так же не забыл про тех людей в синих куртках с известной мне подшипкой спине ну и странное письмо Насира с приветом для Анны будьте осторожны я думаю что это люди с посольством прошептал мне Анна дело в том что Насир Язад из вода пророка Али на Аравийском полуострове у них много врагов в основном их семьи живут на территории Ливии Судана по закону нового шейха должны выбрать из оставшихся в живых потомков пророка Али а цех убили много раз нам гружали взрывали нашу машину в Германии а я поэтому и перевезла их в Америку но Насир решил вернуться к деду Пакистан там он получил двойное гражданство продолжал свой рассказ Анна обнимая ладонями стакан с колой и льдом я видел как лед в стакане стремительно таял ведь у Анны были горячие руки у нее был жар от всего происходящего милая женщина у которой от горя голубые глаза с каждым словом словно перед дождем и слез становились темнее туч серый цвет заменил красоту незабываемых голубых глаз мне нужно срочно вернуться в Белгород начав свою семью в Тещине перешла гониться в сокрытие улыбнувши сказала на прощание меня русской женщине по имени Анна неожиданный взрыв за окном донес до нас осколки попрокинул наш стол Анна лежала в крови из ее сердца торчал осколок окна ее последними словами были вот теперь я потерял все а так хотелось посмотреть на русское танго последний раз в больнице куда меня и других раненых привезли привезла скорая помощь я через интернет искал информацию о русском танго нашел клуб в Сан-Франциско под этим именем стоп на меня нашлось озарение каждое событие происходящее со мной оставляет ключ другому событию я может быть азартен но все в меру надо остановиться или ва-банк или все или ничего я решил спокойно провести неделю другую на больничном благо все оплачены страховой компанией ночью на меня соннуло на голову надели простыню от моей подушки представив ножку на животу меня затолкали сесть в инвалидное кресло которое покатили вдоль темного коридора перед лифтом с меня сняли простыню пока знали знак ножом возле гола давая знать что если я буду сопротивляться только лезвие ножа пройдет по моему горлу он просит сазат сказал неизвестный мне человек у него явно был сепский акцент пока он говорил на русском языке неизвестный нам нужно последнее письмо на силу оно же у тебя появившейся тьмы спросила женщина адвокат та самая женщина которая пригласила меня в горг несколько дней назад не округляй свои глаза можешь показаться что ты не в курсе событий продолжил у нас покойным холодным голосом без эмоций письмо я не храню бумажный мусор пытаясь не показывать свой страх не спеша принес я в ответ тебе осталось пару часов яд в твоей крови сделает все черную работу у нас пока женщина произносила эти слова как ни странно я не думал о побеге умирать но с музыкой музыка для меня была предсмертной мой любознательный вопрос что там в письме женщина в первый раз за весь вечер вновь лучше соответствует мне ты помнишь как предснасир передала привет Анне в слове Анна под увеличительное стекло можно прочитать шифрованное письмо с координатами расположения семьи потомков пророка Али и имя будущего шейха Аравийского полуострова мне стало плохо контузия яд в гробе взяли верх над моим разумом телом я упал набок лицом об холодный бетонный пол замедленно погружался в туман без чувствия я убрал я же ничего не видел но слышал крик женщины звук стрельбы на меня упало что-то тело через мгновение все становилось пьяни моего сердца стрельба крики людей я очнулся в своей старой машине на меня смотрели четверо мятовых грижат за лобовым стеклом на меня из книги смотрела женщина под ним было написано русское танго благо мой автомобиль стоял на обочине и других машин не проезжало мимо я не мог понять за окном была ли глубокая ночь или раннее утро часы машине от удара обвалились машина завелась со второго раза бок машины был помят скрипя мой старый автомобиль инвалид тронулся с места я остановился книга мешала мне видеть дорогу пришлось ее отодрать от стекла и опять мое любопытство решил книгу оставить себе доехав домой я умыв лицо пошел на кухню заварить крепкий черный чай книга словно звала меня протягивая своей своей тайны заставила меня прочитать ее до конца не останавливаясь был полдень книга перекрывшая своей последней страницей отпустила меня от себя опять какая-то мура шпионский детектив подумал я от всего прочитан вам но может автор книги был прав кстати кто же автор этой книги с интересом я начал искать имя автора листая страницы книги и у книги отсутствовала обложка нашел вставку на последней странице в ней по мотивам писем Матахари красным на белом написано «Матахари» Теперь по порядку из книги стало ясно, что в городе Белграде до Первой мировой войны была организована женская гимназия с военным уклоном. Кроме естествознания, девушкам преподавали боевой танец под названием «Русская танго». В нем было все. Незаметное проведение нательного обыска, остановленное кропощением мозга пальцами, удушение, использование колен и локтей, словом искусства ближнего боя против мужчины или женщины в разных ситуациях. После гимназии девушек отправляли служить в королевские семьи Востока и Запада Евразии. В конце книги было написано большими буквами «Короли приходят и уходят. Мы пришли в этот мир навсегда. Простись назад. Вернись к нам». Держа мою руку, на этом мной шептал словно молитву пожилого седовласа араб. «Часто, когда вы просыпаетесь, у вас два вопроса. Кто это и где я?» «Азат после взрыва в Германии у тебя начались провалы в памяти. В Америке они участились. Ты от нас убежал в свою Калифорнию. По воле Бога Нассер встретил тебя во время твоей командировки». Эти слова казались ключом к моему прошлому. Я вспомнил Анну, прикрывшую своим телом меня в Германии от завдоволны. Вспомнил посольство. Сильная боль в голове. Я начал терять сознание. «Нассер должен быть шейхом. Но события изменили ход истории. Теперь ты один. Последний из рода пророка Али. Азат, ты меня слышишь?» Обращался ко мне раб. «Доктор, он будет жить?» По словам врачей, я пролежал в коме шесть месяцев с момента отравления ядом. И только один раз приходил в коротковременное сознание. «Меня везли в Карачи. Дом седовласого раба. Кто он?» – спрашивал я у людей в машине. Но никто не говорил на тех языках, на которых я задавал вопрос. «Седовласый раб во время трапезы рассказал мне о всей истории нашего древнего рода. В войне между рабскими племенами за власть над ей священным городом Мекки. Также об истреблении свеца земли последних из племени пророка Али. Я – духовный наставник вашей семьи. В течение 50 лет. Помогая вам жить в гармонии, религии и нынешнего времени. Тверцат по нашему закону должен быть следующим духовным наставником. Всегда из начала времен старший становился королем, младший духовным наставником. «Из этого следует. Вы мой родной дядь?» – спросил я. «Мой недок еще правил надо мной. Говорить я мог только не спеша, с отдышкой. Да, зад. Это первый раз мы с такой ситуацией. Твоему деду скоро будет 80. Со здоровьем у него все не в порядке. Смерть его любимого внука, Насира, может прорисовать его. Мы ему еще об этом не говорили. А ты пока молчи!» Кивая головой, удавал араб. Пока этот араб не заплакал, не люблю слез пожилых людей, надо перейти на другую тему. Я решил рассказать об своем видении или сне. Дядя во время комы я видел книгу. В ней рассказывалось об русском танго. Вы знаете что-нибудь об этом? Дядя араб вышел на минуты из комнаты, затем, неся тяжелую коробку в руках, вернулся к столу. Вот это все, что выцелело после Германии. Я открыл согласие с дядей коробки. В ней была куча обугленных документов. На дне коробки та самая книга. Без обложки. Дядя араб посмотрел на мое удивленное лицо и сказал. Обложка сгорела во Франции в 1913 году вместе с гимназией. Эту книгу купила на аукционе для тебя, Анна. Твое подсознание во время комы медленно восстанавливалось. Все вопросы, которые тебя мучили, лежали поверх твоего подсознания. Воспоминания в книге открыли словом-ключом. Твой забытый мир «Не волнуйся. Я учился в Кембридже в 70-е по профессии психотерапии и гипноза». Добавил, дядя араб словно знал о моих вопросах заранее. Дома храняли два кольца охраны. Внутреннее кольцо с собаками, внешне вооруженными солдатами. За всеми наблюдали стопера с двух соседних крыш домов. И даже при этом мне было неуютно, небезопасно. Хотелся убежать. Летающие по ночам беспилотники могли нанести удар с воздуха с дистанции более километра. И никакая охрана вам не поможет. Моим опасениям сулилось бытся, если бы не праздник в честь наступления весны. Весь день жарили на масле сладости для праздника. Масло быстро кончалось, нужно было больше. Я спустился в подвал дома за маслом. На стене висела карта эвакуации при бомбовых ударах. Понял я, понял, что все дома соседей объединены одним туннелем из города маленькую пещеру за горой. В моей голове созревал план побега. Вот еще бы найти деньги и можно было бежать, не оглядываясь. Вы никогда не задумывались о восхождении города, в котором вы живете. Почему нам становится тесно в больших городах, но так уютно в малых дачных поселках? Почему люди не могут пустить корни в больших городах? Город словно пытается вас вытеснить из своих пределов впрочь. Может, ответ на это лежит в основании города? Вспомню прошлое. Ведь город растет из маленького поселения людей и благоприятной земли, полной воды и растительности. Оазис. Далее маленькое поселение вылечивается путем добавления новых поселенцев и их потомков. Вот и деревня моих родственников была не исключением. Праздник длился всю неделю. Новая забава детей снимать видео и фото на телефон дошла и до этой деревни. Кто-то из детей снялся на фоне старой подземной карты и выложил это фото в социальную сеть. Не мог ли этот ребенок знать, что все фотографии имеют географические координаты местности, геолокацию, там, где их снимали? Ежесекундные просмотры социальных сетей мировыми секретными службами часто создают течку секретов. Люди, не зная, все выкладывают в социальные сети. самошпионаж. Потом очень жалеют, но поздно. Враги нашей деревни воспользуются фотографией скорее на стенные карты за ребенком и с фотографией. Воспользовавшись праздником и занятостью взрослого населения, в ущелье недалеко от деревни наемники наших врагов заложили заряд тротила над канистрой, заполненной газом. План заключался в постепенном отравлении через подземные проходы все деревенские дома, а затем взрыв их от детонированного тротила. Данные для этого плана были основаны от старой карты. К счастью, наемники не знали, что проходы из ущелья напрямик не были связаны с деревенскими домами, а были части подземных рек, откуда потом они соединялись в городском фонтане. Все эти изменения были сделаны недавно после замедлесения, и новая карта была недоступна никому. Взрыв был, но больших разрушений не последовало. Только черный дым над ущельем и запах серы, ветром прибывший в деревню. Деревенские охотники быстро зловили злобышленников. По деревенскому ставу каждый житель деревни деревянной палкой один раз должен на главной площади ударить под пятком зловомышленника в наказании его преступления. Наемники, зловомышленники просили о пощаде, увидев длинную очередь из односельчан с деревянными палками в руках. Я такое видел только в кино, когда преступники в крови не сдают имена своих нанимателей. А в жизни все проще. У страха глаза огромные. Боязнь боли порой сильнее самой боли грядющей. Глядущей. Боязнь боли порой сильнее самой боли грядущей. Наемники рассказали все, сдали всех, показали на карте, где наниматели живут. Словом выдали все и всех. Довольные спасением от расправы местного народа, наемники сдались местной полиции. Мой дядя араб долго размышлял на случившем. Посмотрел на меня, он вздохнул и сказал сквозь слезы, у меня не было детей. Бог не дал мне их, затем он забрал моего единственного брата, потом твоего брата, будущего правителя деревни. Бог перестал отвечать на мои молитвы. Я знаю, у него свои планы на наш род и твое будущее. Храни тебя и нас, Бог. пожилой раб заплакал, медленно стал из-за стола и, не оборачиваясь, ко мне лицом добавил «Тебе срочно надо лететь в город Мадина, Саудовская Аравия. Пока ты в тылу врага, друзья тебе помогут». Мне срочно купили билет на самолет до священного города в Мекке оттуда на автобусе через пустыню в Мадину. На прощание в аэропорту дядя араб сказал «Помни, племянник, что не тот тебе друг, кто вечно тебя улыбается, а тот, кто тебя выслушает и даст стильный совет». Полет прошел без всяких ожидаемых проблем. Проблемы начались в автобусе. В пустыне нас часто останавливали, патрульные машины проверяли нас, наш багаж на наличие взрывных ядовитых веществ. Час езды длился словно сутки. Меня не приняли в гостиницу. Пришлось ночевать на автобусной площади. Полночь меня арестовала местная охрана двадцать шейха. Проверив мои документы, меня провели вдвое шейха. Шейх человек хитрый и образованный мог подобрать ключ к любому незнакомцу, к любому незнакомому ему собеседнику. Но сегодня он потерял свой до вечера. мы молчали, сидя за столом с едой почти час. И только звук вилки, опустеющей от еды тарелку, звенел с обеих сторон роскошного стола. Глядя мне в глаза, шейх сказал, люди и правители мира при при одном упоминании моего имени дрожат от страха. Ты же, продолжая смотреть на меня, создаешь страх в моем сердце. Знаешь, почему? Продолжение следит. Продолжение следит. Продолжение следит. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.